добрый день дорогие друзья вы на канале питомника марине стик сегодня 6 августа 2021 года и вчера под видео где я рассказывала каким должен быть с чихуа как он должен выглядеть мне задавали вопросы рассказать подробнее про маргошку темненькую собачку с заклеенными ушками марго у нас голубого окраса это темно-темно серый нос это осветленный черный марго родная сестра люси вот у нас люси темно-шоколадная в крабушках с подпалом триколор шоколадный и родная сестра ламбады вот наша ладушка ладушка кстати от нас 7 уже уезжает в новый дом летит на самолете в нижний тагил значит это три родные сестры из одного помета их мама где у нас зона убежала гонять котика сейчас она вернется зона дочка нашей варюшки варюшка дочка викуси у которой сейчас щеночки значит подробно родословную ламбады люси и маргоши я разбирала в видео где на аватарке стоит прям вот закреп аватарка родословная так было и написано живая родословная люси ламбады я показывала всех родственников со всех сторон почти все родственники за исключением нескольких собак живут в нашем питомнике дусенька также является родственницей люси и ламбады уже в прапрайди маргошки в прапрабабушках прадедушка есть борис он папа дуси значит зону зону мы получили путем вязки варюшки с масиком нашим масик родной брат юли несмотря на то что он вот такой малыш каратыш но это однопометники от одних и тех же родителей значит родители юлии масика это как раз таки дети родной сестры владистар тэна сифу мари мистик которая сейчас живет у моей дочке и вот ее родная сестра владистар теодора это ее сын вильгельм ламбадочка и в каком типе вырастет значит марго на усе и ламбада это что-то ближе к нашей умочка ума дочь борисокс несмотря на то что они совсем не похожи друг на друга крови мамы папа бабушки дедушки также влияют на потомство зона хотела показать зону они котика гоняют иди сюда вот они ваш как давай котика унеси я пока стою снимаю фимочка у нас только что тоже вот оттекла она у нас как раз таки . владистар теодоры так ну парни парни дерутся из-за фимов мы выпустили фиму она была у нас закрытой затечки вот пришла зона наша и варежка варежка бабушка значит наши маргоши ламбады и люсеньки так где вы там а ксюня у нас тут еще стоит красоту не все и маргоша и как и вот как раз пришла зона значит по типу телосложения конечно же наша маргоша не будет выглядеть как ксюша юля она будет больше похоже на скажем так ту же дусью ту же кису так кого тут я еще вижу вели киса вот она мама зона ту же зону зона собака в стандарте она чуть выше в холке чем конечно тест но при этом она достаточно имеет глубокую широкую грудь крепкий костяк но им котик дороже всего на свете они пошли гонять барончика вот и скажем так привязки такой собаки как например ума или киса или его или зона или дуся стабелем типа борис или тони мы получаем нужный нам тип телосложения не на все сто процентов не наверняка но при этом это собаки разных линий разведения разные страны происхождения тех линий разведения поэтому да они выглядят все по-разному но все соответствуют стандарту породы никаким образом не относится к типу дир типу коби несмотря на то что маргошка сейчас такая в отличие например от той же нашей милы или вот мешуты которые у меня на руках возьми хоть мешута у меня с рук до или яны с возрастом такая собака становится похоже на оси вот посмотрите оси имеет те же крови вот той же линии о которой я сейчас вам рассказывала можно также посмотреть родословные оси и вот оси во взрослом возрасте с глубокой грудью широкой с объемной головой с крепкими лапами и по соотношению роста в холке его вот телосложению длине спины оси у нас как раз таки соответствует пошли теперь барси мучить вот как нечем им заняться там вот пожалуйста зеона и ося рядышком это как раз линии разведения маргош и люси ламбады они не совсем конечно такие как юля тесса мила ксюша они в типе кисы умы если их покрыть кобелем типа тони костистый компактный низкий на ножках то мы как раз таки получаем детей в типе какой нам нужен не сто процентов не гарантированно но гарантии не бывает даже при вязке двух одинаковых собачек мы кстати говоря три раза по моему вязали юлю с борисом вот они в одном типе и детки получались принципе конечно да ближе к типу юлия бориса но если юлия бориса весит в стандарт килограмма с запасом жирка даже больше что детки у нас вырастали кило 800 маленькие для разведения вот первый раз нам удалось получить девочку с хорошим весом оставить ее себе для разведения это как раз таки милия потому что собачка вот где-то до двух килограмм она все равно но не выглядит вот совсем уж такой вот как юля как боря вот маркошек и шутик папе целовакаться вот ну и про что про то что марго имеет цветную генетику несмотря на то что она голубая ее сестра бела шоколадная все они носители цветной генетики с двух сторон поэтому в потомстве них могут рождаться дети лиловые голубые шоколадные ну разных окрасов подробнее кому интересно посмотреть по кровям по генам кого с кем мы вязали для того чтобы не получать тесных близко родственных инбридингов скажем так можно посмотреть в том самом видео где на в заголовок называется живая родословная люси ламбада и маргоши и я показывала там всех наших собак и масикой прабабушку тасю министр там есть поэтому при наложении например на маргошу нашего энтони мы получим инбридинг допустимый не близко родственной но вот как вариант закрепления такого типа телосложения которые мы хотим получить при наложении энтони например на маргошу или люси мы закрепляем нужный нам фенотип собаки генами при наложении другого кобеля мы получаем более разнородное потомство кто-то может пойти в маму кто-то может пойти в папу это я объясняю про вот дальнейшее разведение почему например у нас собачки вот такого разного типа телосложения это разные страны происхождения разные линии вот если взять на выставке посмотреть родословную американского типа чихуа там немножко придерживаются такого аборигенного типа чихуа внешности они скажем более легкие это конечно не тип дир но они не они сильно отличаются от собак италии и англии но все-таки в стандарте указано тип собаки чихуа соответствующий стандарту это типа англии тип англии это как раз таки наша ксюша наш вильгельм наши эмилия наши тесса киса подходит ума подходит даже пряня вот ну вот как дуся 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 ты моя ду дуся про бабуся не шутку закусали ну вот собственно что я могу сказать про вопрос еще был про то если собачка вот маленькая по возрасту да конечно но посмотрите нашей девочки нет еще и года да конечно она еще более такая грудь смотрится не такая широкая и посмотрите сразу же на нашего оси у которой в этом возрасте вот оси у нас есть видео от рождения то есть оси можно хорошо рассмотреть от самого рождения линии разведения у него тоже и посмотрите как он заматерил с возрастом пока мы тут все ищем ему мамочек и папочек какой он стал красавец я если честно сама даже не ожидала какая у него крупная голова она у него он по кровям похоже близко к нашему пряни но дело в том что у него голова гораздо крупнее даже чем у нашего пряни а детей пряни мы уже видели неоднократно то есть несмотря на то что пряня выглядит не совсем как например тесонька да даже варежка наша кошечка выглядит не совсем как тесонька при наложении правильной подборе кровей мы получаем нужное нам по экстерьеру потомство и да конечно собака с возраста меняется особенно кобели очень хорошо это было видно и заметно на нашем министре который длинношерстный и где-то в возрасте 9 11 месяцев он был такой смешной долговязый на каких-то длинных лапках узенький какой-то весь шерсти не было и где-то после года он просто стал расцветать на глазах а к возрасту 2 2 с половиной мы получили такого красавца которого сами тоже не ожидали увидеть а есть собачки как зоси которые сразу рождены вот такого типа и она уже конечно не изменится она будет становиться только шире мощнее с возрастом ну как и люди мы тоже с вами рождаемся маленькими детьми потом проходим возраст подростка когда мы такие несуразные многие долговязые там у щенка всегда идет такая у любой породы собаки идет такая ситуация когда щенок растет один месяц он у нас получается короткий на длинных ножках следующий месяц он растянутый на коротких ножках то есть как будто собачка растет то в длину то в высоту все собачки растут одинаково вот такими скачками и останавливается рост в холке у собачек породы чихуа примерно в 6 месяцев то есть если ваша собачка вот такими скачками растет мы опять таки тоже не можем предугадать в каком этапе на каком этапе развития собачка становится в росте и вот таким соотношение вот этой высоты лапки и скажем там длины корпуса останется у нее но при этом да она будет матереть она будет формироваться в ширину после 6 просто заканчивается рост в холке а формирование вот грудной клетки объем головы это как раз таки голова наверное самое последнее начинает оформляться где-то после 9 месяцев еще больше наворачивается лобик мордочка вот сериусом у нас именно так и произошло в возрасте щенка подростка он был смешной но что-то напоминающие такого знаете как из сказки гадкий утенок и только лишь спустя вот ему в сентябре 29 сентября будет два года он расцвел и мы получили настоящего лебедя из нашего гадкого утенка безусловно собачки как и люди развиваются все по-разному безусловно все что мы подбираем как говорится 50 процентов генетика 50 процентов как звезды сошлись как звезды легли не всегда почему получается вы берете две одинаковые собаки например типа яночки типа бориса вот как мы брали юлию бориса одинакового типа телосложения собачки подходящие друг другу по кровям по генам их можно вязать между собой и получали также неоднородное потомство у нас появлялись и щеночки очень похожие на масика маленькие с такой вот курносый мордочкой круглой головкой не такие вот как тесонька например ну потому что во всех предках наших собак так же как и у нас с вами есть и бабушки и дедушки и прабабушки и прадедушки и если посмотреть родословную любой из наших собачек то вы увидите что собачки там совершенно разные несмотря на то что все они чемпионы являются яркими представителями своей породы но внешне они друг от друга все отличаются породе чихуа вот к счастью или к сожалению это именно так на самом деле это и ну как сказать ну конечно затрудняет работу потому что заводчика потому что привязки мы ожидаем какой-то определенный тип телосложения получение определенного потомства в помете бывают в одном и том же помете от одних и тех же родителей бывают но абсолютно разные по типу конституции щеночки это касательно не только общего типа телосложения это и про голову и про длину мордочки и про вес это про все вместе взятая вот наша зосенька ее сестренка яночка но янка гораздо меньше и россия начата как-то у нас не собирается слава богу у нее еще не было течки зоси уже оттекла значит она уже не вырастет но то что зосенька будет как тессенька вот такая как вили вот как борис то конечно она такой уже родилась поэтому предпочтение оставляя себе для разведения собачек конечно мы отдаем таким собачкам как зося яна мила но оставляя себе люси маргошу я просто знаю какого мальчика в женихи я подберу им во взрослом возрасте для получения например ксюши которая рождена в нашем питомнике если вспомнить то прабабушка точнее бабушка нашей зоны это викуся викуся гораздо легче гораздо тоньше гораздо не такая объемная как даже скажем варежка мама зо